Культура в Кыргызстане переживает глубокий кризис. Такое заявление озвучил известный советский кыргызстанский драматур, режиссер театра и кино Марбай Джиев. По его словам, сегодня современное общество, в особенности молодежь, находится на грани духовной деградации. Государство совершенно перестало заботиться об искусстве, отмечает народный писатель. Сейчас люди искусства получают копейки и вынуждены подаваться в шоу-бизнес в поисках дополнительного заработка. Сейчас у народного артиста зарплата на руки получает 6 или 5 тысяч, а у него дети, она уже бабушка, он уже дедушка. И все эти ребята театральные ушли на заработки, в эти тамада там получают за каждое выступление не менее 500 долларов. Конечно, туда пойдет он. Зачем ему театр? Театр – это все равно, что церковь и мечеть. Оттуда зрители получают вдохновение, видят зло, видят добро и с собой носит. Так формируется характер и мировоззрение поколений и поколений. Во времена легендарного парламента нардепами был принят законопроект о выделении 3% от бюджета на культуру. Однако на сегодняшний день этот показатель находится на уровне менее 1%. Вместе с тем, эту тему не так давно подняли и в парламенте. Депутаты возмутились, что культура задвинута на последнее место. Два года подряд посвящает культуре, но денег не выделяют. По словам Садыха Шернияза, в стране осталось всего 5 заслуженных советских артистов, которым необходима именно финансовая поддержка. Депутат предложил хотя бы раз в год оказывать им помощь 20 тысяч сомов, на что министр финансов ответил отрицательно, сославшись на отсутствие денег. Это, конечно, тревожит. Дело в том, что если государство не научится, так сказать, ценить людей культуру, это чревато последствиями. Это чревато последствиями не в плане какого-нибудь там одного года, пяти лет, это чревато последствиями вообще следующие десятилетия. Даже поднимали вопрос хотя бы о разовой помощи 20 тысяч в год. Это же, согласитесь, очень малая сумма этого всего государства выделяет 100 тысяч сомов, скажем, 100 тысяч сомов на поддержание. И ответ министра финансов, что нет денег. Также, по словам парламентария, в 2015 году депутаты внесли поправки в закон о пенсиях, убрав графу о персональной пенсии именно в отношении деятелей культуры. Однако в минувшем году законодатели поддержали повышение пенсии ряда ведомств, в частности работникам прокуратуры. Меж тем, по словам директора Кыргызского драмтеатра, около половины актеров после репетиции и спектаклей вынуждены подрабатывать на нескольких работах, так как средняя зарплата штатного сотрудника составляет всего 4 тысячи сомов, тогда как прожиточный минимум чуть выше 6 тысяч. И даже без этого актеры уходят мимами, там разные шоу-группы, шоу-бизнес уходят. А я же говорю, что их обучать вообще находить театрального актера, вырастить его, на формирование этого актера уходит очень много времени. Я тоже удивился, когда прожиточный минимум недавно, я слышал, что на 7,5 тысячи не может жить человек, а у нас актеры получают 4-4,5 тысячи сомов. Это, ну, конечно, это смешно. Вместе с тем, как отметил Назым Миндебаиров, для развития искусства, к примеру, актеру, важно полностью посвящать себя творчеству. А на деле артистов постоянно беспокоят проблемы нехватки денег, жилья, что не дает должным образом сконцентрироваться на роли. В этой связи на сегодняшний день отсутствует достойная смена старой школы. Молодые талантливые люди не желают работать за гроши, из-за чего перестают играть на сцене и подаются в шоумены. Несколько лет назад группа актеров провела у дома правительства акцию в виде символических похорон культуры. Только никакой реакции после этого так и не последовало.